Здесь сегодня наполним энергетикой приятный этот зал. Классные события. Настоящая восточная сказка сегодня открылась перед вами. Ну что, дамы и господа, во-первых, сегодня будет много всего интересного. Мы познакомимся с новым ютим-амбассадором компании «Фаберлик» Мэрием Узерли. Кто знает Мэрием Узерли? Поклопайте, пожалуйста. Супер, уверен, это будет долгожданная встреча. Кто писал свои вопросы, поаплодируйте. Да, потому что мы будем их задавать. Напомню, что за самый интересный вопрос кто-то из вас сегодня получит годовой набор косметики «Фаберлик». Но это пока все в будущем. А пока давайте поговорим про настоящие. Итак, восточная сказка, сны. Как это все связано между собой? Думаю, что у многих сегодня состоилось много вопросов. И мы в течение сегодняшнего вечера попытаемся на все их ответить. Пара ключей к разгадке. Прямо сейчас даст Екатерина Беспятых, директор по связям со общественностью компании «Фаберлик». Поприветствуем громкими аплодисментами. Здравствуйте, Екатерина. Я думаю, что вы ответите на многие вопросы, которые сегодня стояли у нашей публики. Слово вам, пожалуйста. Большое спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие партнеры, дорогие лидеры. И скажу честно, с трепетом сейчас говорю, уже провела более сотни выступлений, но каждый раз волнуюсь. Мы мероприятие-то готовили долго, готовили тщательно. И вы знаете, наверное, как у любого человека, который готовит и в это, есть всегда два страха. Первый, что никто не придет. А второй, что придет много гостей. И вы знаете, мне кажется, сейчас нас действительно оптимально хорошо. И я смотрю сейчас в глаза карты, я поражаюсь, насколько вы все красивые. Огромное, во-первых, вам благодарна, что вы поддержали нас в дресс-код. Скажу честно, мы командой тоже ходили, выбирали себе наряды. И это просто потрясающе. И сегодня, конечно, для нас очень значимый день. Компания «Фаберлиф» впервые амбассадор международного уровня. Но, конечно, задача была такая очень давно. Найти человека, которого любили бы абсолютно все. Ну, я так думаю. И, конечно, Мерьем стала тем человеком, который любит в России. А я думаю, многие знают про сериал «Великолепный век». Или хотя бы знают тех людей, которые посмотрели и после этого стали... Да, уже шестой раз посмотрели. И я думаю, с учетом того, что он сейчас снова идет в трансляцию, посмотрит еще больше. И Мерьем одинаково сильно любит в России, в европейских и в восточных странах. Для нас, конечно, большое счастье и большая гордость, что она стала нашим бьюти-амбассадором. Мерьем сегодня будет представлять две серии. Первая серия «Дрин Терапи». Наша косметика, наш уход для сна. И новая серия «Восточного парфюма». Если вдруг кто-то еще не успел что-то попробовать, у нас есть специальные тестер-зоны. Смотрю на молодых людей, просто максимальные, пацаные, красивые мужчины, которые рады вам будут все показать и представить. Ну и скажу по секрету, сегодня мы готовили для вас очень много сюрпризов. И даже то, что вы видите, это еще не все. Но обо всем, я думаю, по порядку. Я вам желаю прекрасного дня. И, наверное, знаете, часто сейчас любят говорить, хватит снимать, убери телефон. А мне сегодня вам хочется сказать, доставайте телефоны, снимайте, выкладывайте. Мы всем вам очень рады. И я надеюсь, что сегодняшний вечер будет действительно чудесным, волшебным. И мы начинаем погружаться в «Восточные сны». Ура! Екатерина Беспятых, директора по связям с общественностью в «Фоберлик». Я подумал, что после спичи Екатерины какие-то ответы будут на вопросы, а их стало еще больше. Что приготовили? Каким будет этот вечер? Пока непонятно. Ну, пока давайте разбираться с новой линейкой продуктов «Дрим Терапи» и рассказать про нее, про новые продукты. Я приглашаю Екатерину Щедровицкую, директора по бьюти и инновациям «Фоберлик». Давайте повреждаем громкими аплодисментами. Вот и она. Добрый день всем. Очень приятно видеть столько красивых людей в этом зале. Спасибо, что вы пришли на наше мероприятие. И так это свершилось. Мире Фуизерли стала амбассадором нашей новой инновационной серии «Дрим Терапи». Это косметика для сна. Как же это произошло? И как все это начиналось? Мы знаем, что сон – это важный помощник нашей красоте. Чтобы выглядеть хорошо, многие женщины со мной согласятся, нам важно высыпаться. К сожалению, бессонница также знакома многим из нас. А также такое состояние, когда невозможно заснуть, поток мыслей нас одолевает. И его невозможно прекратить. Последние погоды также добавили нам всем заботы о своем здоровье, о здоровье близких. И нам Фаберлик – это знакомо не понаслышке. И тогда мы задумались, что если сделать косметическую линию, которая будет не только заботиться о вашей коже, но еще поможет расслабиться, выспаться и выглядеть бодро. И нам это удалось. Секрет в новой инновационной формуле с мелатонином. Ароматической композицией и нашим кислородным комплексом. Вот на экране мы можем увидеть это сочетание, которое позволено вам сделать эту линейку. Я думаю, мелатонин знаком многим из вас. Это естественный гормон сна. Он циркулирует, точнее он регулирует цикл сон-бодрости. Однако это еще очень полезный ингредиент для косметики. Потому что это антиоксидант. И он благотворно влияет на наш организм. Но сложность заключалась в том, что мелатонин с трудом проникает в кожу. И мы нашли решение в лаборатории Фаберли. Инкапсуляция мелатонина, заключив его в микрокапсулы, которые родственные к коже, мы сделали его доступным для косметики. Проникая в клетки кожи, мелатонин освобождает их от мусора, высвобождает энергию для синтеза коллагена и других важных процессов. Таким образом, ваша кожа с утра выглядит отдохнувшей. Ну а что же помогает нам заснуть? Это ароматическая композиция. Внимание! Сделана она на основе технологии DreamSkens в Великобритании. И на ее разработку ушло целых 7 лет. Эффективность этой композиции была протестирована в институте сна в Лондоне. 400 человек подтвердили то, что она помогает заснуть. Как это работает? Вдыхая аромат, наш мозг получает сигнал, что нужно заснуть. Ароматическая композиция содержится во всех средствах DreamTherby. В линейку вошли ночная маска с гелевой текстурой, ночной крем, аромоэссенции для того, чтобы расслабиться, гель для душа и зубная паста. Кстати, все эти продукты вы можете попробовать на тестер-золь. Пожалуйста, попробуйте. Еще я хочу сказать большое спасибо команде, которая работала над этим проектом. Это команда технологов-разработчиков, маркетологов. Вот они у тестер-зол настоят. Ребята, спасибо. Нашим дизайнерам, которые всегда помогают нам сделать продукт красивым и преподнести его самым лучшим образом. В заключение я хочу сказать, что косметика с мелатонином подходит абсолютно всем. В любом возрасте, для любого типа кожи. Также ее могут применять и мужчины, и даже дети, что оценят, кстати, молодые мамы. Благотворные воздействия DreamTherby оценила и Мэриэм Уизерли. Ей, как актрисе, приходится очень много путешествовать. Менять разные часовые пояса. Конечно, вбивается режим дня. И здесь на помощь приходит наша серия DreamTherby. Ведь ей, как актрисе, очень важно всегда выглядеть хорошо. И именно эта жизненная история легла в основу нашего рекламного ролика. Давайте его посмотрим. А вам я всем желаю красоты и волшебных снов. Ваши аудиосменты, Екатерина Четравицкая, директор по QC-инновациям. Внимание на экран. Иногда просто не до сна. В такие моменты особенно нужна поддержка. Косметика DreamTherby с мелатонином подарит вам волшебный сон. Уникальная формула восстанавливает кожу, пока вы спите, а аромат поможет расслабиться. DreamTherby от Фудерлик. Формула красивого сна. По-моему, отлично. Аплодисменты, дамы Коспорад. DreamTherby, я надеюсь, вы уже успели попробовать в специальных тестер-зонах. И если вы вдруг увидите сегодня на мероприятии человека, который немножко закималил на кресле, знайте, что он уже опробовал новую линейку. И парфюмерная композиция сработала так, как надо. И, кстати говоря, о парфюмере. Разумеется, это не вся линия продуктов, которые сегодня будут представлены. Уверен, что многие из вас еще и попробовали, послушали новые ароматы, которые представлены в нашей специальной зоне. И про них, в том числе про них, прямо сейчас расскажет Наталья Ишкинина, бренд-директор отдела парфюмерии компании «Поберли». Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер, дорогие гости! С удовольствием вам представлю нашу новую парфюмерную коллекцию. Мы черпали вдохновение при работе на Востоке. Там, где переплетаются современности и традиции, несметные сокровища и чарующие легенды. И позвольте мне побыть для вас сегодня в Шахерезаде и погрузить вас в мир нашей парфюмерной восточной сказки. Итак, наши легенды, героини, приезжают на Восток, путешествуют по странам Востока и попадают в Катар, где в современном национальном музее «Роза пустыня», она слышит одну интересную древнюю легенду. Согласно легенде, один из правителей стран Магриба отказался выдать свою дочь Тилхинан, названную в честь одной из цариц Сахары, за благородного, но бедного юношу Бербера. И тогда этот юноша отправляется на поиски сокровищ, чтобы быть достойным своей возлюбленной. Наш юноша держит путь через пустыню Сахары и находит там уникальный минерал. Это действительно минералы существуют в пустыне, и называются они «Роза пустыни». Это символ верности и любви. По преданию, когда девушка уходит замуж, родители не дарят этот минерал, чтобы ее брак был благополучным и долгим. А если вдруг кто-то не встретит свою любовь, можно нашептать этому минералу свое пожелание, и обязательно он приведет к родственной душе и соединит души влюбленных. Мы так и назвали наш первый аромат коллекции «Роза пустыни» Сахара Эль Сахара. Я уверена, что многие из вас уже успели познакомиться с этим ароматом и услышали, что солирует в нем красивая, богатая, проникновенная нота «Розы», в управлении нот «Парлине», сочного граната и теплых нот «Дерева». Возвращаемся к нашему юношу, который продолжает держать свой путь по странам Востока и появляется в Маракеши. В Маракеши он приходит на главную площадь, которая называется «Джема Эльфна». «Площадь чудес». Именно так называется наш второй аромат. На этой площади чудес. С одной стороны вы можете услышать цитрус, с другой стороны ванили и яблоки. И все эти нотки мы собрали в нашем аромате. Он такой же богатый, как ароматы на марокканском базаре. Итак, наш юноша среди факиров заклинать в езмей, видит гадалку, которая ему говорит, что не там он ищет счастье. А нужно ему искать в далекой аравийской пустыне. Именно там расположен город Набатеев. Волшебный розовый город, куда отправляется наш юноша. И так получилось, что в этот момент на город нападают разбойники. А он помогает отстоять разбойников. И в честь помощи жителей города ему дарят сокровища, делятся с ними. Он помог ему отстоять Эль-Хазна. Это самая главная достопримечательность Петра. И этому сокровищу Петра мы посвящаем наш третий аромат. Он такой же богатый, проникновенный. В нем нотки амбры, сплетенные с кофе и с мускусом. Ну, наша история завершается, потому что юноша, который обрел богатство, возвращается к своей возлюбленной. Ее отец и старейшины смягчились и разрешили им пожениться. Таким образом, любовь восторжествовала. А четвертый наш аромат мы посвящаем нашему благородному юношу, называем его Акизу, что в переводе мужественный, смелый. Над ароматами трудились три французских парфюмера для того, чтобы передать разные стили, разные оттенки от наших восточных легенд. Я уверена, что вы среди нашей коллекции найдете свой любимый аромат. Тот, который придется по душе именно вам. Ну, и, конечно, символом этой коллекции музы могла стать только такая прекрасная богиня, как Мирьям Козырли. Неподражаемая, необыкновенная, всеми любимая. Она прилетела к нам для того, чтобы воссоздать все три образа. Давайте посмотрим, как это было. Внимание на экран! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большие аплодисменты, дамы и господа! Я совершила свою историю. Хочу вам пожелать прекрасного продолжения вечера. Вас еще ждет очень много сюрприза. Наталья Шкинина, бренд-директор отдела парфюмерии компании Faberlic. Мне всегда было интересно, чем вдохновляется парфюмера при создании своих новых ароматов. Оказывается, сказками настоящими. Такая увлекательная и прекрасная история. Ну а наша восточная история продолжается. И прямо сейчас увидят долгожданное событие. Дамы и господа, мы поприветствуем популярную турецко-немецкую актрису. И сразу телефоны появились. Замечательно. Надеюсь, вы настроили правильный режим. Выставили свет, нашли удобный ракурс, чтобы запечатлеть эту картину. Дайте вы приветствуем популярную турецкую и немецкую актрису, исполнительную своего роли Хюрем Султан в сериале «Великолепный Новый Век» и нового бьюти-амбассадора Faberlic Мэриэм Узерли под ваши адаптисменты. Мэриэм, они не хлопают, потому что не могут. Все руки заняты. Смотрите, сколько объективов направлено на вас. О, мой Бог! Привет! Это очень приятно, видеть вас. Я очень рада, быть здесь. И у меня есть переводчик в моем языке, поэтому иногда я потребую секунду. Я очень рада, быть здесь. Спасибо за вашу время. Спасибо за что-то пришло. Это очень приятно, быть частью Фаберлик-фэмилии. Спасибо. Привет, Москва! Всем добрый вечер! Привет, Москва! Очень рада быть здесь и очень рада стать частью семьи Фаберлик. Большое вам спасибо за то, что пришли сегодня. И хочу сказать, что глухо мне иногда говорит переводчик, поэтому иногда я буду делать небольшие паузы, чтобы слушать перевод. Вот такая у нас сегодня коммуникация, поэтому вы в любом случае все поймете. Я думаю, что Марием готова рассказать, как все это создавалось, откуда пришла идея, как она прилетела, снималась для новой фотосессии, как аромат создавался и как ей в целом новая линейка Dream Therapy и новая парфюмерная коллекция компании Фаберлик. Я очень, очень excited о новой коллекции для парфюмерной. Моя любимая парфюмера является Эль-Хазна. Я очень хорошо сейчас. Надеюсь, мы у нас есть время когда я могу почувствовать вас, то вы можете почувствовать это из-за более близких способностей. Так что, да, и Марием маска это очень отличный продукт, потому что я всегда путешествую, я просто в Парис, потом я в Истанбул, и теперь я в Москве. Так что не имеет много снах, вероятно? Так что, с Марием терапия маска происходит, что я еще чувствую очень красиво и красиво во время и во время и во время вы знаете, я под большим впечатлением от новой коллекции парфюма, и вы знаете, мой самый любимый парфюм это Эль-Хазна. И прямо сейчас как раз я его использовала, и у нас будет фотосессия, и я думаю, что мы сможем с вами обняться, и вы сможете почувствовать этот аромат, когда мы будем стоять ближе друг к другу. И вы знаете, маска, мне она очень нравится, я постоянно путешествую, я была в Париже, потом я приехала в Стамбул, сейчас я в Москве, и сами понимаете, что мне не всегда удается выспаться, но благодаря этой маске я чувствую себя хорошо, я чувствую себя красивой, и это, конечно, помогает мне в моей работе. А я думаю, что многие сегодня взяли маску на входе, дорогие друзья, у вас есть она? Потому что она нам пригодится уже очень скоро, та самая маска, про которую говорила Мэриэм Узерли. Ну и кроме того, Мэриэм готов ответить на все вопросы, которые вы отправляли в нашу специальную корзину, поэтому я думаю, самое время провести такую небольшую пресс-конференцию, узнать, что же интересного спрашивали вы, и узнать ответы на классные вопросы, которые вы задавали. Вот тут даже пополнение. Мэриэм, вытягивайте, протягивайте мне, я буду вам задавать, а вам потом уже будут переводить, вы, разумеется, отвечать. Окей, for sure, of course. Да, конечно, давайте. Вопрос, который написала Марина Климова. Марина Климова, есть ли в зале? Все, замечательно, Марина, ваш вопрос прямо сейчас. компания Faberlic, пишет Марина, настолько быстро развивается, что вполне вероятно они скоро снимут фильм. Какой вы видите свою роль в этом фильме? спрашивает Марина. Oh, I would be superman if I'm not playing the main character, right? They're giving me a big role, hopefully. So, actually, I would look forward to play the main character. Вы знаете, мне очень бы не понравилось, если бы мне не предложили главную роль. конечно, я ожидаю для себя главную роль. Так что, если все случится, Марина, знайте, что Марин будет во главе всей этой кинокартины. Пожалуйста, следующий вопрос. That's fun, it's like a lottery, right? Так, этот... Очень весело, прям как лотерея. Настоящая, причем действительно лотерея, потому что за самый интересный вопрос по вашей версии мы подарим подарок. Вопрос, который остался, к сожалению, без подписи, но думаю, когда я его прочитаю, кто-нибудь, кто написал его, обязательно откликнется. Вопрос такой. Привет, красотка! Чем вас привлек Фаберлик? На съемках великолепного века пользовались вы косметикой Фаберлик? Это ваш вопрос. Ваш вопрос. 6 раз смотрела на великолепный век отправительницы этого вопроса и вот здесь есть еще одна пометка «Можно ли?» тот самый популярный смех. Да? Я не хочу, чтобы я засмеялась. How can I love? Yeah, I'm laughing at you. Да, я буквально немножко так смеюсь. Вопрос был следующим. Пользовались вы косметика Фаберлик на съемках великолепного века? Oh, no, unfortunately not. I think it would have been much better if I would have used it back then. But I was informed about the brand afterwards. That's why I'm here. Yeah. Вы знаете, к большому сожалению, нет, потому что я только потом узнала вообще об этом бренде Фаберлик, но, конечно, было бы гораздо лучше, если бы я узнала о нем во время съемок. Но я узнала о нем попозже и вот почему я здесь с вами сегодня. Так что, судя по всему, будет еще и продолжение, где вы уже при участии всей косметики в новом Амлуа с новыми силами сможете сниматься дальше. Пожалуйста, следующий вопрос. Этот вопрос от Ирины Че. Вот такая подпись значится так, есть ли Ирина у нас в зале? Че. Наверное, есть. Надеюсь, что есть, потому что если этот вопрос понравился, он получит подарок. Вопрос такой, дорогая Мэри, много ли вы путешествуете? Что вам запомнилось и какой сувенир вы привезли из недавнего путешествия, спрашивает Ирина? Да, я отправлю много, это еда. Ли THIS Radiая мне помогает магнит на фри или на с на Знаете, вы правы, я очень много путешествую, и сувенир, который я обычно покупаю, это магнитик на холодильник. Из каждого города я привожу такой магнит, и его помещаю либо на холодильник, либо на осудомоечную машину. Я думаю, так необычно слышать свой голос, но уже в русской версии, ведь так? Да, очень интересно и необычно, это правда. Так, хорошо, у нас есть еще один вопрос, давайте, пожалуйста. Так, этот вопрос от, по-моему, написано Ника. Вопрос следующий. Мэри, кем вы восхищались в детстве? Мэри, кем вы восхищались в детстве? Я отмирала мою маму, я отмирала мою маму, потому что она работала так сильно, и мы были четыре дети, мы все еще четыре дети, благодаря Богу. Я отмирала мою маму, я отмирала мою маму, она работала так сильно, и я отмирала так сильно. Больше всего я восхищалась своей мамой, вы знаете, она очень много работала, у нас было четверо детей в семье, и нас по-прежнему четверо, слава Богу. И вы знаете, она занималась домом, она заботилась о нас, о своих детях, она работала, так что, конечно, это человек, которым я восхищалась в самой большей степени. Вот такой ответ. Надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос. Ну, а теперь, Мэри, предлагаем вам выбрать самый интересный вопрос, на ваш взгляд, который прозвучали, потому что мы готовы наградить человека, который отправил вам его. Очень сложная задача, честно сказать, а можно всем дать подарок? Вот так вот, да, с Лёхой руки Мэрия в подарки получат все те, чьи вопросы она выбрала, давайте поаплодируем, дамы и господа. Спасибо всем, кто писал свои вопросы, это было интересно, мы, уверен, узнали чуть больше про новое бюси амбассадоров в Берлик. Ну, а теперь у нас мероприятия становятся формата чуть больше, потому что то, что вы видите сейчас, это не совсем то, что мы для вас запланировали. Поскольку мы готовы немножко расширить наши грани, открыть новые двери и по-настоящему показать вам невероятную атмосферу Востока и снов нашего бюси амбассадора Мэрием Узерли. И для этого я предлагаю воспользоваться масками, которые вы получили на входе, надеюсь, вы их не потеряли. Мэрием, нужно надевать маску, главное оставить немножко света, чтобы видеть примерно, куда мы направляемся, потому что прямо сейчас мы отправимся в настоящий восточный сон Мэрием Узерли. Я надеюсь, что я вас не совпью. Спокойной ночи всем. Ну что, Мэрием, предлагаю прямо сейчас отправить всех людей в ваш восточный сон. С вашей легкой подачи. Очень здорово, пойдемте. Пойдемте, дамы и господа, открываются наши двери в настоящий восточный зал. Поэтому давайте пройдем и посмотрим, что интересного есть в восточных снах Мэрием Узерли. Ну и по поводу наградим аплодисментами нашего бюси амбассадора, который этот вечер с нами. У вас будет обязательно возможность сделать совместные фотографии, не пропустите. А пока предлагаю отправиться в наш еще один восточный зал, и там для вас готовы много разных активностей. Кофе на песке, специальные восточные сладости, невероятная атмосфера Востока и снов Мэрием Узерли. Субтитры создавал DimaTorzok